Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа Аналитика Политика, программа в которой мы анализируем происходящие политические процессы и пытаемся понять взаимосвязь и последствия. Политика это искусство возможного, но иногда невозможного. Сегодня мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с Сирией, Африкой, с зарубежными странами. Ну, такова у нас рубрика. Сегодняшний наш гость в нашей виртуальной студии Евгений Витальевич Гильбо. Евгений Витальевич, ну, собственно, вопрос у меня простой по новостям последних наших дней. Это раздел в Сирии, то есть фактически участие США, Турции и России в каком-то устройстве, поствоенном, постигиловском устройстве Сирии. С одной стороны. И, может быть, какие-то другие страны тоже хотят в этом поучаствовать. Вот формально военные действия сейчас окончены. Хотя Россия отправила туда 300 военных полицейских. Ну, военную полицию, надо полагать, там полицейские функции. Вот на ваш взгляд раздел Сирии. Мы что-то там получили, мы что-то там потеряли. Ну, и вообще вот из этих трех стран кто что приобрел? Сирия уже пала или еще нет? Ну, на самом деле вопрос с падением Сирии, что такое пала, что такое не пала. Это, значит, ну, как известно, чисто ГБшная такая фейк. Да, значит, это какой-то умершей старушке приписали какие-то, как это помягче сказать, предсказания. Да, ну, это не очень, так сказать, приличная вещь, все эти предсказания. Вот, ну, многие верят. Ну, скажем так, не все же люди приличные. Значит, соответственно, поэтому обсуждать предсказания старушки не будем. Падение Сирии тоже. Дело в том, что мы живем в мире, где государств как таковых по большей части уже не осталось. Ну, за исключением там в Восточной Азии, где еще индустриальные государства. А США, Турция, это не государство уже, да? Нет, США уже переходят в глобальный формат государственности. Государственность территориальная там, в общем-то, уже практически развалилась. И, собственно говоря, за пределами пропаганды, кто там не смотрит, не слушает телевидение, они все прекрасно видят. Вот, тоже, как и в Российской Федерации в значительной степени, да, значит, режим пытается имитировать сохранение старой государственности. На самом деле этого нет. Ну, понятно, что в Сирии государство как таковое уже ликвидировано очень давно. Существует несколько различных группировок в той или иной степени контролирующих территорию с опорой на те или иные внешние силы. Ну, и, соответственно, некоторые из этих там себя называют государствами. Там Асад, который контролирует, да, Асад называется законным сирийским правительством. Значит, там под Эрдоганом, вот он сейчас формирует какое-то другое законное сирийское правительство на базе того, которое уже было, но как-то заснул литургическим сном пару лет назад. Значит, кроме того, есть еще всякого рода вот эти самые запрещенные к упоминанию ВРФ ИГИЛы, значит, соответственно, террористические государства или псевдогосударства, как они там себя называют. Вот, то ли оно есть, то ли нет, то есть одни говорят, что его разгромили, другие говорят, что его никто не распускал, и оно функционирует. Ну, где оно функционирует, неизвестно, там бегают по пустыню какие-то, значит, бандюганы. Значит, соответственно, курды тоже там объявляют себя то ли государством, то ли автономией, то ли еще чем-то. В общем, не очень понятно, что это все вот из себя представляет. Но как таковой государственности там уже нет. То есть есть несколько правительств, которые тянут на себя название Сирии или натягивают какие-то другие названия, но не более того. Но ведь это же прямой путь к гражданской войне. Собственно, если Турция создаст новое правительство, а Асад будет считать его незаконным, это прямая предпосылка вот две стороны гражданской войны. Вообще-то гражданская война в Сирии идет уже много-много лет. То есть там, наверное, с 12-го. Вот, и, соответственно, она не заканчивалась никаким образом. Ну да, а значит, были какие-то внешние интервенты, которые участвуют как стороны в этой гражданской войне. То есть, ну, тот же ИГИЛ можно считать внешней интервенцией, да, террористической в данном случае. Вот, соответственно, можно считать внешней интервенцией войск, так сказать, России, Турции, Соединенных Штатов. То есть тоже ведь иностранные войска там присутствуют. И, по-моему, еще и с других стран миротворцы там в той или иной степени. Ну, символически, но присутствуют. То есть мы имеем дело, но называть это интервенцией можно было бы, если бы сирийское государство существовало. Его нету, собственно говоря. Ну, можно, конечно, там утверждать, что оно существует. Но там есть люди, которые достаточно бесстыдны, как там вечерние пустозвоны, их называют в России сейчас. Вот эти пустозвоны могут утверждать, что там существует какое-то государство и есть внешняя интервенция. На самом деле там нет никакого государства и, соответственно, нет интервенции, а есть просто-напросто некая территория, которую делят, так или иначе, решая свои проблемы. Ну, собственно говоря, если говорить про турок, они решают проблемы не столько с Сирией, сколько разбираются со своими внутренними проблемами, то есть с Курдистаном. Ну, они создают свою полосу безопасности, такую буферную зону от набегов. Это понятно, что получила Сирия. Но что получают в этой войне США и Россия? Мы вообще вот эти стороны что-то получают или они только теряют? Ой, Соединенные Штаты в этой войне, в общем-то, у них не было особого интереса, кроме того, чтобы немножечко заблокировать экспансию Ирана. Ну, вот они ее сейчас пытаются блокировать, контролируя нефтяные районы, через которые Иран осуществляет поставки оружия террористам в Сирии, но тем террористам, которые не запрещены в Российской Федерации, в отличие от ИГИЛ, там, какой-то Хамас, какой-то там, да, Хизбалла, Хизбалла, значит, соответственно, вот особо. Ага, блокировали они Иран, но разбомбили 200 солдат-вагнеровцев, которые ехали отжимать нефтяные поля, которые контролировали силы, связанные с американцами. То есть, вот, вроде как они с Ираном воевали, но нефтяные поля, в общем-то, не дали захватить людям Пригожина. Ну, я так понял, американцы считают, что они выполняют функцию регулятора. В данном случае была серьезная провокация со стороны иранцев, то есть иранцы решили подставить русских. Они сделали очень просто, через свое влияние в правительстве Асада, они, значит, как бы издали там указ Асада или что-то такое, значит, там. То есть, Асад передал Пригожину в собственность заводы, которые Асаду не принадлежали, да, находились на Курдской территории, согласно соглашениям. И, соответственно, Пригожин, ну, там, Пригожин, понятно, это такая фигура пиарная, да, но я имею в виду группа, которая за ним стоит. Значит, они своим силовым ресурсом попытались эти заводы отжать, но поскольку это противоречило соглашению, достигнутому между оккупантами, там, значит, соответственно, по разделу зон контроля, то Соединенные Штаты пресекли, вот, значит, эту операцию, таким образом, значит, потерпели видимое поражение. И, так сказать, вот такой большой всемирный пазор русских, чего иранцы и добивались, потому что для иранцев самое главное, это, конечно, каким-то образом ослабить позиции русских в Сирии. Вот они это делают, это их основная и важнейшая политика. Значит, соответственно, ну, там были и другие, собственно говоря, в этом плане провокации. Мы помним, как иранцы устроили очень грамотную провокацию вот с этим самолетом сбитым, когда, значит, соответственно, сирийцы сбили, ну, точнее, сирийское ПВО. Понятно, что сирийское ПВО управляется не самими сирийцами, а российскими, скажем так, офицерами, да, значит, специалистами. Понятно, что среди этих специалистов так или иначе был иранский агент влияния, то есть, грубо говоря, иранский шпион. И, значит, соответственно, осуществили грамотную операцию, сбили русский самолет и дальше, значит, попытались обвинить в этом Израиль. Ну, понятно, почему. Ну, вот, кстати, вы сказали ключевое слово «Израиль». Вот провокации Ирана и провокации Израиля. У Израиля тоже в Сирии, насколько я понимаю, есть такие интересы. У Израиля, конечно, есть свои интересы соседняя же страна, к тому же у них территориальный спор очень давний, и, соответственно, они друг друга явно не любили. Но, опять же, это, в общем-то, когда Сирия существовала как государство, и когда вот там было правительство во главе с отцом нынешнего вот этого Асада, да, значит, он был президентом тогда еще существовавшего сирийского государства. Значит, соответственно, понятно, что основное противостояние идет как раз между Израилем и Ираном на этой территории, потому что цель Ирана для создания всего этого шлицкого коридора, который он пробивает через вот эту территорию покойной Сирии, это, значит, вот коридор для наступления на Израиль через голландские высоты. На сегодняшний день голландские высоты контролируются русскими войсками, и поэтому, соответственно, как бы существует пробка на конце этого коридора, значит, ну и иранцы заинтересованы в том, чтобы эту пробку выбить каким-то образом, русских или вышибить из Сирии, или отдавить к северу, вот, подставив их, соответственно, или под Эрдоган, или поссорив с Израилем, и, соответственно, тогда, собственно, Иран способен осуществить вот эту самую провокацию. Но, опять же, Иран нельзя называть как такового государства, да, то есть политику это проводит, конечно, не государство Ирана, которого нету, там, значит, существует какая-то поповская имитация и все. Но реально это огромная террористическая организация, корпус стражей исламской революции, корпус этот не управляется, конечно, ни с какой стороны в Иране. Этот корпус управляется из Лондона, является инструментом британской политики, соответственно. И, собственно говоря, вот целью Британии является вот это самое нанесение провокационного удара по Израилю, которое запустит в дальнейшем процессы мировой войны с вовлечением постепенно, ну, даже достаточно быстрым вовлечением, когда было в 914-м, всех, так сказать, сколь-нибудь серьезных авторов политического процесса. Вот, поэтому, собственно говоря, вот это пророчество насчет еще Сирии и Непала, да, значит, оно заключается именно в том, что вот там в Сирии существует вот эта некая пробка, да, значит, которая на сегодня является неким таким вот презервативом против последнего спускового шага к началу мировой войны. Ну, то есть интерес Израиля столкнуть лобами США и Иран для того, чтобы вообще обрубить любые поползновения, коридоры в сторону Израиля. То есть Израиль использует дубину дяди Сэма и дяди Трампа. Значит, не совсем так. Интерес Англии в данном случае, чтобы устроить провокацию от имени Ирана, значит, в отношении Израиля, а интерес Израиля, чтобы этой провокации не было. И, соответственно, Израиль старается договариваться в этом плане с любым, кто готов противодействовать вот этому самому наступлению Ирана на Израиль, то есть и с Россией, и с Соединенными Штатами. Вот вопрос заключается в том, кто выглядит более надежным, но пока что, в общем-то, не очень надежно выглядят оба партнера, скажем так. Вот предыдущий премьер Бенджамин Натаньяху сделал ставку на Россию, он вел прорусскую политику и, соответственно, вот как бы он вообще способствовал и в 15-м году вводу российских войск в Сирию, и в дальнейшем как бы был лоббистом международным вот как бы вот этой российской политики там. Вот. Но, соответственно, как мы знаем, в прошлом году вот благодаря этой иранской провокации и особенно тому, как ее подхватили, в общем-то, проиранские силы в России, значит, соответственно, оказалось, что, в общем-то, как бы это стало выглядеть так, что Путин и кремлевский режим предал Натаньяху, и, собственно говоря, это стоило Натаньяху карьеры. Он потерял поддержку в израильском обществе, и всем стало видно, что его внешнеполитическая ставка бита, что иранцы, так сказать, все время Россию контролируют. Соответственно, там достаточно иранских агентов влияния, и, соответственно, они контролируют значительно, в значительной степени спецслужбы и военные круги. И в силу этого от Натаньяху постарались избавиться. Сейчас к власти придут в Израиле силы, которые будут все-таки делать ставку на США. Вот это, так сказать, тот расклад, который там есть. Ну, не знаю, в какой степени он относится к Сирии. Это вот уже там, получается, внутриизраильские. Ну, а вот страны аравийских монархий, аравийские монархии, это вот Заудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, вот эти страны как-то заинтересованы в происходящем в Сирии, или же их как бы интересно находятся на периферии происходящего? Ну, долгое время они вмешивались, сейчас им просто не до того. У них там были интересы, они там вмешивались как могли. Ну, сейчас они как-то не очень готовы вмешиваться, потому что, я говорю, у них своих проблем хватает. И на самом деле, в общем-то, для всего региона существует более серьезная угроза, а именно угроза, которая маркируется как Иран. На самом деле, это за Ираном всегда, значит, и за корпусом стражей стоит. Ну, скажем так, интересы которого лондонские, то есть управляется он из Лондона вполне определенной группировкой там. Поэтому на сегодня в основном арабские монархи, они заняты тем, чтобы готовиться обороняться, готовиться противостоять агрессии корпуса стражей. Понятно. Ну, тогда возникает вопрос. Вот если Израиль и Англия оказались по разные стороны, фактически Англия работает с Ираном, а США работает с Израилем, но в то же время Англия является ближайшим союзником США. Ну, ближе, наверное, уже не бывает. Вот нет ли какого-то противоречия в этой конструкции? Ну, во-первых, Англия и Израиль, как центры силы, всегда находились в противостоянии. Ну, уже начиная с того момента, как сионисты этот самый Израиль создавали, значит, Англия всячески этому противодействовала. И, соответственно, мы помним, что, собственно говоря, первые именно повстанческие в Палестине организации, они были против английского господства. И, скажем так, тот же Бегин, значит, бывший премьер-министр Израиля, начинал как террорист, значит, по английской классификации. Он был террористом против Англии, как бы, и он сидел за это в Англии и так далее. То есть, на самом деле, далее именно Англия противодействовала образованию государства Израиля, только давление Соединенных Штатов СССР, заставило ее уйти из Палестины. Но Англия, так сказать, в качестве подлянки провела вот это разделение, то есть, чтобы отдать не всю Палестину Израилю, а чтобы половину Палестины, так сказать, вот сделать там арабское государство и отдать в Артане и так далее. То есть, все это достаточно было. Враждебно Израилю, понятно, изначально. То есть, Англия выступала как стратегический враг Израиля с первого дня его существования и даже до его существования. Что касается отношений Англии и Соединенных Штатов, то это отношения конкурентов, которые являются джентльменами. То есть, ну, чем отличается джентльмен от гопника? А гопник, если кого-то вот прижал в углу, значит, соответственно, и что-то из него вытряс, то это все видят, и это неприлично выглядит, это скандал. Если то же самое проделать джентльмен, то, значит, он сделает это так, чтобы остаться в офигенном фраке, а, значит, соответственно, жертва должна выглядеть, так сказать, агрессорным врагом. Вот, собственно говоря, поскольку обе стороны понимают, что действует надо так, вот они и стараются друг друга переджентльменить. Но при этом они, так сказать, по-джентльменски делают друг другу гадость. Понятно. Но Россия вот в этом раскладе, во внешнеполитическом, она оказывается, в общем-то, между несколькими такими молотыми наковальнями, не являясь при этом сама субъектом. По большому счету, что, собственно, показывает тот уровень международного взаимодействия, который мы увидели на прошедшей неделе. Ну, это я прежде всего имею в виду саммит Россия-Африка, когда Россия, в общем-то, стала неким драйвером стран третьего мира. Не второго даже. То есть, в данном случае Россия во всех этих противостояниях становится из субъекта объектом. Вот это личные интересы Путина и его друзей, я не разделяю их, или же это интересы России как государства и могут иметь долгосрочные какие-то развития. Вот как Китай вкладывал в Африку триллионы долларов в развитии инфраструктуры. Может быть, мы тоже что-то такое пытаемся и в Африке, и на Аравийском полуострове? Ну, чтобы были государственные интересы, надо, чтобы это государство было. Значит, учитывая, что государство в России, в общем-то, развалилось полностью, ну, вот как система сдерживания противовесов, то есть мы на сегодняшний день имеем прежде всего вот это противостояние разных силовых структур, которые числятся государственными какими-то подразделениями, но при этом действуют совершенно автономно. То есть, система сдерживания противовесов, государственной политики внутри страны нет. Понятно, что ее нет и во вне страны, поскольку все группировки, которые имеют какие-то интересы за границей, они действуют тоже достаточно автономно, мало согласовывая свою политику. То есть, Кремль только вынужден как-то ее отпиаривать. Значит, теперь, что касается субъектности и объектности. Но, во-первых, для того, чтобы быть субъектом международной политики, нужно обладать достаточной компетентностью, то есть способностью к стратегии, к беструктурному управлению ситуации и так далее. Значит, понятно, что таких компетенций в Российской Федерации нет, и у тех группировок, которые на базе Российской Федерации осуществляют вот эту международную политику свою, какую-то силовую, тоже нет. То есть, это чисто тактическое мышление, тактические, так сказать, организации, структурные методы решения проблем и так далее. То есть, через политтехнологии какие-то решать, через какие-то силовые структуры и так далее. Значит, все это вместе как раз приводит к тому, что ими манипулируют. То есть, они, как любыми тактическими подразделениями, то есть, структурными инструментами правлениями, ими на более высоких уровнях управления манипулируют, поэтому они и являются объектом международной политики. Собственно говоря, точно так же, как вот это самое остаточное государство Российской Федерации, оно тоже, в общем-то, является скорее объектом, да, значит, соответственно, потому что, ну, как-то оно не обладает компетенциями, значит, способными вот к стратегическому работе, да. При этом тактически, да, я должен признать, что тактически эти ребята достаточно сильные. И, скажем так, вот та же самая группа ЧВК и, соответственно, экономических интересов, которые маркируются именем Пригожина, они в тактическом плане, в общем-то, достаточно компетентные. И, значит, так сказать, тактические победы за ними числятся, чему можно только порадоваться, в общем-то, поскольку я в, скажем так, в такого рода структурах, вот в частных военных компаниях, вижу зародыш будущего, соответственно, да, к сожалению, он немного уродлив в России, но во всяком случае видно, что будущее пробивается, вот как некие ростки чего-то нового. Ну, то есть вы хотите сказать, Пригожин молодец? Я не хочу сказать, что молодец. Я хочу сказать, что можно было бы все это делать лучше, эффективнее, если бы у них было стратегическое руководство. А, значит, ну, стратегического руководства нет, но как тактики они, да, молодцы, потому что просто-напросто на сегодня как бы других-то нет. То есть эти ребята хоть что-то делают, ну, понятно, что они, когда делаешь, то и ошибаешься, и, так сказать, делаешь достаточно и грязно, и кроваво, это всегда бывает, и всегда, значит, это сказать, кто что-то делает, того и критикует, да, не критикует того, кто ничего не делает. То есть эти ребята как бы движутся, в общем, в правильном направлении, с одной стороны, значит, соответственно, при всей этой критике, которую в их адрес можно отоследовать. Но, соответственно, к сожалению, это достаточно поздно и недостаточно. Все это надо было делать раньше, начинать раньше и делать это сознательно, потому что сейчас они просто следуют за какой-то такой, значит, тенденцией, да, не осознавая ее, значит, не осознавая, что именно они делают, не осознавая того будущего, которое стоит вот за их начинаниями сегодняшними. Вот, если бы все это делать стратегически, грамотно, понимая, значит, понимая, какое будущее нас ждет, понимая, так сказать, во что надо вписываться, понимая, какая стратегия за этим стоит. Простой вопрос. Какое будущее нас ждет? Какое будущее видит для нас Евгений Гильбо? Для, ну, собственно говоря, для всего мира обычное будущее, поскольку территориальных государств очень скоро не будет, экономика перестала быть. Территориальные, ну, поэтому за исключением вот Восточной Азии территориальных государств не останется в ближайшие, там, лет десяти. Значит, соответственно, на место территориальных государств приходят государства глобальные, то есть способные защищать интересы экономических агентов в любой точке земного шара. И, собственно говоря, на базе, ну, скажем так, так русским необходимо иметь такое свое государство, если, собственно говоря, задача стоит в том, чтобы сохраниться как нация в некотором обозримом будущем. Значит, соответственно, те, кто просто потеряет государство, территориальное государство потеряет все, те и не сохранятся как нации, будут как-то внешне ассимилированы. Поэтому, собственно говоря, вот создание глобального государства, оно необходимо, и, соответственно, вот так или иначе, но то, что сейчас вот вырисовывается в виде этих частных военных компаний, полугосударственных образований, это будет частью нового глобального русского государства. Вы сказали глобальное государство, у меня сразу одно имя в голове завертелось. Машиах, то есть тот, который объединит всех и станет главой, ну, вот, всего объединенного мира. То есть глобализация во главе с неким деятелем, которого, в общем-то, многие религиозные трактаты так или иначе предсказывали появление. И вот здесь увязка, опять мы говорим, пока Сирия не пала, там тоже это было. Вот, парадоксальным образом, я не сторонник всяких религиозных там текстов, по одной простой причине, я атеист. Но в данном случае вот то, о чем вы говорите, почему-то вызывает такое вот стойкое дежавю. Это случайно? Значит, во-первых, во-первых, значит, этот самый Машиах, это сказочный персонаж. Во-вторых, глобализация давно произошла. В-третьих, значит, соответственно, весь мир никто не объединит. Будущее за национальными образованиями, национальными эгрегорами, вопрос заключается в том, какие нации смогут создать свои, повторяю, глобальные государства. Значит, если раньше границы шли по территориям, сейчас они идут по, скажем так, языковым и культурным общностям. Ну, то есть русский мир, как некий эгрегор русской нации, да? Эгрегор, правильно говорить, да. Значит, соответственно, эгрегор, да. Русский эгрегор, так или иначе, он формирует свое глобальное государство, да, пока это у него плохо получается. Получается плохо в силу традиционного для России консерватизма. Соответственно, консерватизм влечет глубокое непонимание реальности, которая вокруг нас, все-таки смотрим через призму символов прошлого, ушедшего. А значит, соответственно, непонимание будущего и, соответственно, неготовность адаптировать как бы свою структуру и характер государственности вот к этому будущему. То есть на протяжении вот уже четверти века идет сопротивление тому, соответственно, потому что первая попытка сделать шаги к переходу, ну, к подготовке перехода в глобальное государство была сделана еще в рамках той программы реформ, которая должен был в 93-м году принять Верховный Совет и принял. Ой, да по-моему, мировая революция, мировая революция, о которой говорили большевики, она и была тем самым, той самой попыткой вот создания наднациональной, надгосударственной структуры. Ну, большевики действовали сто лет назад и действовали в совершенно других обстоятельствах исторических. Тогда шла индустриализация, то есть шел переход от доиндустриальной к индустриальной фазе экономии, ну, скажем так, экономической формации, да, значит, соответственно, к индустриальной. И стояла эта задача для страны во внутренней политике, во всяком случае. А в мире в это время шел процесс перехода власти от, ну, скажем так, промышленной, буржуазии, феодальных кругов, которые были на первой стадии индустриализации, к финансовому капиталу, и, соответственно, так или иначе, вот финансовый капитал захватывал позиции. И, соответственно, в рамках этих большевики проводили свою политику, где-то фантазийную, где-то реалистичную, но проводили, значит. Сейчас другая совершенно ситуация. Сейчас для России, внутри России, идет, стоит задача перехода от индустриального формата, который уже умер, по сути, умерла индустрия. Постиндустриальному, опять же, постиндустриальное, это не значит, что не будет индустриального производства, как пишут, вот, я говорю, экономисты, да, значит, это значит, что оно будет просто на других принципах организовано, на постиндустриальном. Вот, это во-первых. Во-вторых, это глобальная экономика, и для нее нужно глобальное государство. Что касается мирового расклада, то на сегодняшний день мы видим как раз не восхождение, а не исхождение в классы финансового капитала. То есть финансисты, финансовый капитал сейчас теряют власть, на его место приходит корпоратократия, она у него отжимает власть. Нетократия потихонечку уже поднимает голову и частично перехватывает, так сказать, власть и управление финансистов. То есть финансисты все в большей степени теряют, и я думаю, что мы увидим где-то через пару лет уже такой обвальный крах их как правящего класса, глобального правящего класса. Вот, соответственно. Но это условия, в которых надо вести политику. Я боюсь, что в России никто этого не осознает на сегодняшний день. Во всяком случае, если говорить о кремлевских кругах, там, в принципе, никто не осознает, вот сколько я с ними разговаривал в последние 10-15 лет. Значит, соответственно, они, в общем, видят ситуацию несколько по-другому через, повторяю, призму тех уже устаревших каких-то понятий, представлений. И совершенно не понимают, что всего этого уже нет, что все это или они имитируют сами, или для них имитируют, скажем так. И, в общем-то, как только вся эта индустрия имитации рухнет тут же, и, так сказать, все увидят совершенно другую реальность, как вот когда-то в 92-м году народ увидел и удивился, да, значит, в СССР. Вот примерно это мы увидим тоже в ближайшие годы, потому что сейчас говорят о каком-то там трансферте, преемников, то есть, значит, о сохранении Российской Федерации, ну, там внешне, как этот самый Сурков, да, там написал статью о вечности, что путинское государство будет вечно, но понятно, что вечностью торгуют тем, кто боится, что смерть придет уже завтра. Вот им продают вечность. Ну что ж, спасибо, Евгений. Это был такой вот развернутый анализ, из которого можно сделать всего один вывод. Надежда на стабильность декоративную, на суеверную, сувенирную демократию и глубинный народ, который, скажем так, не будет меняться еще сто лет, это все в прошлом. А мир стремительно меняется. Но мы будем следить за тем, что происходит, и у меня даже в планах собрать такой консилиум экспертов одновременно в эфире, ну, видимо, это уже будет на следующей неделе, когда несколько экспертов, которые уже вот высказались по данной тематике, попытаются вместе понять, вот провести такую конференцию в нашей виртуальной студии и понять все-таки, как развивается политическая картина нашего времени, что нам ждать и что, к чему готовиться. Ну, потому что, если ты немножечко подготовился, у тебя есть шанс пережить сложное время. Ну, а у нас времена есть... Консилиум собирают... Консилиум обычно собирают околосмертного адра. Ну, а про российскую государственность это, по-моему, самое подходящее определение. Я в заключении хочу сказать, что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помогайте нам донатом, потому что, собственно, у меня сейчас нет никаких источников поступления, кроме поддержки от зрителей. Ну, как вы понимаете, Кремль и Госдеп и все остальные как-то вот не хотят нам помогать, а работать и содержать вот всю инфраструктуру тоже необходимо. Поэтому ваша помощь очень важна и очень нужна. Помогайте каналу, можно сделать это на постоянной основе, просто ежемесячно какая-то сумма регулярно посылается каналу, и это будет самая отличная, пусть даже небольшая, но регулярная. Ну, и в заключении под описанием к видео есть ссылка на плейлист, вы можете кликнуть по ней, сделать погромче, потише, в зависимости от того, как у вас там со звуком, и пусть эти ролики крутятся. В данном случае это тоже помощь каналу для того, чтобы все вот эти хитрые выделывания троллей шли прахом. Оставайтесь с нами, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»